Добрый день, уважаемые коллеги! Хотелось бы продолжение нашего вебинара остановиться на лекарственной терапии злокачественных ТИМОМ. Как уже говорилось ранее о эпизиологии ТИМОМ, что это достаточно редкое заболевание, и ни один из факторов окружающей среды, инфекционных факторов, не играет какой-либо роли в патогенезе данного вида опухолей. Может, имеются какие-то данные о генетических факторах. Чаще встречается у женщин ТИМОМы, а у мужчин карциномы ТИМОМа. И иногда отмечается ассоциация наличия ТИМОМы у пациентов с гематологическими заболеваниями или с некоторыми видами солидных опухолей. Подробно о классификации нам уже доложили предыдущие докладчики, я не буду на этом останавливаться. И сразу перейду к химиотерапии. Начнем с адъювантной химиотерапии. Как мы знаем, адъювантная химиотерапия – это профилактическая терапия, которая направлена на эрадикацию возможных микрометастазов, которые не могут быть определены различными методами диагностики. Когда же назначается адъювантная химиотерапия? Она назначается при наличии макроскопической остаточной опухоли при ТИМОМах первой стадии, а также при морфологическом подтверждении карциномы ТИМОМа, при обнаружении опухолевых клеток по краю резекции после R1 резекции, и при наличии макроскопической остаточной опухоли после хирургического лечения при карциномах ТИМОМа. Если же опухоль неоперабельная, то есть она местно распространенная, нередиктабельная, с чего же начинать? Конечно, после диагностических методов исследования, после подтверждения, что это опухоль ТИМОМа, рекомендована или химиолучевая терапия, но чаще всего первичная химиотерапия направлена на то, чтобы уменьшить опухоль для выполнения более радикальной операции. И после успешного проведения химиотерапии проводится хирургическое лечение, и далее в зависимости от характеристик операции проводится или химиолучевая терапия, или химиотерапия, или просто лучевая терапия. И по данным некоторых исследователей мы видим, что после такого подхода, трехмодального подхода, а это может выдержать не всякий пациент, для этого должен быть тщательный отбор сохранных пациентов. И это, конечно, такой тщательный подбор, он компенсируется тем, что да, действительно трехмодальный подход приводит к достаточно высокой пятилетней общей выживаемости, почти 95%, 7-летняя общая выживаемость 79%, с медианой времени без прогрессирования через 7 лет 77%. Здесь также данные других авторов, однако они отмечают более некоторые меньшие цифры общей выживаемости, трехмодального подхода. Ну, исследования Ким и его соратников, конечно, показали высокие цифры выживаемости. Если опухоль неоперабельна, если опухоль с метастазами, с отдаленными метастазами, что же делать таким пациентам? Конечно же, в первую очередь основным этапом лечения остается химиотерапия. После тщательной диагностики, после подтверждения гистологического, какая это тимома, это рак тимуса или это тимома, какого вида, какого типа, необходимо тщательно планировать подход. И химиотерапия проводится от 4 до 6 циклов, и по достижении эффекта возможно рассмотрение также подходов хирургического лечения и дальнейшей лучевой терапии. Мы видим, что эффективность химиотерапии, по данным ряда авторов, достаточно высока, с общей двухлетней выживаемостью широко варьирует от 30 до 80%, с медианой времени до прогрессирования от 13 до 60% случаев. И даже, возможно, достижение полного регресса с использованием химиотерапии, мы видим до 40% возможно достижение полного регресса. С тех пор, к сожалению, ничего не изменилось в программах первой линии химиотерапии. Остаются также комбинации платиновых препаратов с антрациклинами, с циклофосфамидом, их модификации с этапозидом, с винкристином и с фосфамидом. Что касается второй линии химиотерапии, то мы здесь видим большой выбор монорежимов химиотерапии. Мы должны понимать, что эффективность их намного ниже будет, чем у первой линии химиотерапии. Конечно же, в настоящее время предпочтительно использование уже монорежимов, а второй линии химиотерапии. И мы видим, что по данным ряда исследователей, различные режимы химиотерапии приводят к значительному вариабельному ответу, объективному ответу от 10 до 90%, с возможностью достижения полных регрессов на фоне химиотерапии. Что касается современных разработок таргетной терапии, в исследовании второй фазы у пациентов, которые уже прогрессировали после химиотерапии, изучали таргетную терапию с унитенибом. С унитениб, как мы помним, является ингибитором теразинкинац, он также является ингибитором ВГФ. И проводилось исследование с общим количеством пациентов. 40 пациентов, они были разделены на 2 группы. В группу ТИМОМ входило 16 пациентов, а пациентам с карциномой ТИМОСа – 24 пациента. Всем пациентам назначался с унитениб в стандартной дозе, 4 недели принимали, 2 недели – перерыв. И мы видим, что, да, объективный ответ, конечно, был выше при раке ТИМОСа, чем при ТИМОМах. Однако контроль над заболеванием был одинаков, как и в той и в другой группе, был достаточно высокий, достигал 80-90%. И мы видим, что медиана времени без прогрессирования и одногодичная выживаемость, она не отличалась ни при ТИМОМах, и при раке ТИМОСа. И медиана времени без прогрессирования варьировала от 7 до 8 месяцев с одногодичной общей выживаемостью от 70 до 86%. То есть данный препарат с унитениб включен в гайдлайны НССН и может использоваться как препарат второй линии лекарственной терапии. Что касается нового направления иммунотерапии, здесь при данной локализации изучался пиембролизумаб, проводилась вторая фаза исследования у пациентов, прогрессировавших после химиотерапии. Пациентам назначался пиембролизумаб в дозе 200 мг каждые 3 недели до 2 лет, либо до прогрессирования или непереносимой токсичности. И мы видим, да, отмечается хороший объективный ответ с достижением полного регресса у 3% пациентов, частичного регресса в 20% случаев, и контроль над болезнью удалось осуществить у 75% пациентов. И мы видим, что те пациенты, у которых был отмечен эффект лечения, ответ на лечение, длительность ответа была достаточно долгой. И по медиане времени без прогрессирования, здесь, правда, такой умеренный результат, это 4,2 месяца медиана времени без прогрессирования, однако медиана общая выживаемость оказалась достаточно высокой и достигала 25 месяцев. Но тут, конечно, мы видим, что эффективность варьировала от уровня PDL1. Мы должны помнить, что экспрессия PDL1 – это как негативный фактор при тимомах. Однако, если высокая экспрессия, иммунотерапия, качество объективного ответа, конечно, было выше с частотой общих и частичных ответов. Ну и что нового? Было доложено на последнем конгрессе ЭСМО исследование РИМОРа, в котором изучалась эффективность линвотиниба у пациентов с метастатической формой рака тимуса, в которое включалось 42 пациента и назначалось линвотиниб в дозе 24 мг до прогрессирования или до непереносимой токсичности. Критерия включения и исключения – ничего необычного не было. Основной конечной целью был объективный ответ. И мы видим такой водопад. Да, действительно, объективный ответ существовал, имеет место быть, с большим числом частичного регресса, с стабилизацией заболевания. И в итоге объективный ответ достигал 38%. Контрольно-заболеванием при назначении линвотиниба удалось достичь почти у 95% почти у всех пациентов. И медиана времени без прогрессирования достигала 9,3 месяца. Достаточно хороший результат. Медиана общей выживаемости в настоящее время еще не достигнута. Но будем ожидать окончательные результаты данного исследования. Они многообещающие. И хотелось бы привести пример. Одного пациента 44-х лет, который в течение 3-х лет ходил с одышкой, которые подозревали по месту жительства сердечно-сосудистую патологию, но за 3 года не делали рентгенографическое исследование. В конечном итоге выполнили, выявили образование в грудной клетке и был направлен к нам, где был дообследован и верифицирован тимома типа B2. Мы по пациенту провели 6 циклов химиотерапии по схеме КАП стандартной. И видим, что образование было достаточно большим, 159 мм. Оно уменьшилось в рамках стабилизации, 117 мм. Однако у пациента имелись метастазы по плевре, внутригрудные лимфоузлы. И вот мы видим такую картинку, достаточно большое образование на начало лечения, и через 9 месяцев он недавно приходил на обследование, а образование достаточно уменьшилось и без динамики. Ну вот, что в дальнейшем? Пациент был консультирован нашими таракальными хирургами, учитывая то, что были задействованы крупные сосуды, прорастание перикарда. Пациенту не показано хирургическое лечение, а то, что у пациента еще сохраняются очи гипоплевре, не показана лучевая терапия. Поэтому пациент активно наблюдается, но посмотрим, насколько продлится эффект химиотерапии. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Динара Махамидовна. Вопросы есть. Продолжение следует...